Мы возвращаемся к группе Ассорти. После кастинга, на котором были отобраны две новые солистки, прошло три месяца. Спальный район столицы. Здесь живёт одна из девушек. Сегодня у них редкий выходной. На скромный ужин скидываются у кого сколько есть. И отправляются в магазин. Мечка! Сто рублей! Действительно! Мужчина, мне это всё надо. Смотри, задели. А, ну можно смотреть тогда. Так, пельмени, да, хотела ещё? Хотим есть и хотим пельмени. К счастью, юным солисткам пока не надо следить за фигурой. Так что сегодня на ужин всё-таки пельмени. Я купила еду! Что? А, понятно, да? Давай так. Девочки, пельменник, шоколадка. Самое вкусное. Пельмени. А сметаны не хватит. Практически. Сметану денег не хватит. Денег нет. Пока почти все девчачьи заработки уходят на одежду и косметику. Звезда, пусть и начинающая, должна всегда хорошо выглядеть, учит подруг Оксана. Она в группе старожил. Девушка вспоминает свои первые дни в Москве. Я, значит, сняла себе квартиру. Вот. И так получилось, что все деньги, которые у меня были, вообще все вот на руках в этот момент, я их отдала за квартиру. Оксана тогда так радовалась крыше над головой, что даже не подумала, как же жить в квартире без мебели. Пришлось несколько месяцев спать на полу. И частенько ложится без ужина. Голод совсем меня уже задушил. Я просто начала открывать все шкафы, вообще, которые существуют в этой квартире. И обнаружила пакет упакованной гречки. Но проблемы быта ерунда по сравнению с тем, что порой случается у девушек на работе. Зрители видят только то, что происходит на сцене. А то, что мы мерзнем на улице, бывает такое. А то, что мы мокрые садимся после концерта в автобус, едем, нас продувают, мы потом болеем. А то, что концерт, который невозможно отменить, и мы на нем больны и выступаем. Да, нам за это платят. Конечно, нам платят за концерт деньги, но...